Новости о пригородном сообщении не сходят с информационных лент уже несколько месяцев. После резкой критики президента Путина, чиновники и железнодорожники чуть ли не каждый день отчитываются о том, сколько электричек вернули на маршруты. Дополнительно 9 новых маршрутов и по 4 ранее заказанным был продлен маршрут следования и периодичность курсирования. Две недели назад к журналистам вышли представители Саратовской пригородной компании, а сегодня министр транспорта. Николай Чуриков заявил, что пригородное сообщение восстановлено на 80%. Проблемы остаются только с компанией Черноземья, которая обслуживает электрички в Тищеве и Балашове. И по этой компании подвижки есть. Сейчас они занимаются восстановлением поездов и обещают, что до 16 марта они восстановят отмененные поезда. Несмотря на победные отчеты, перевозчики продолжают нести убытки. Руководство российских железных дорог предложили свой выход. Оно готово отдать пригородным компаниям электрички и ремонтное депо, которое сейчас арендуется. Но для этого региональным властям тоже придется вложиться. А делать этого они не хотят. Ни один регион на это не пошел, поэтому это очень большие деньги. И для региона они неподъемные. В Саратовской пригородной компании уверены, к общему знаменателю нужно приходить как можно быстрее. Иначе, несмотря на указания президента, электрички вновь начнут отменять. Если чиновники и перевозчики не договорятся, то не за горами повышение тарифов. Предотвратить его могла бы финансовая помощь из Москвы. Но, по словам железнодорожника, в нынешней экономической ситуации на нее рассчитывать не стоит. Роман Гальпериан, Олег Буланов, Новости, Телеобъектив.